здравствуйте здравствуйте всем привет так я надеюсь сейчас видите тут начали уведомлять ваших подписчиков я надеюсь что сейчас нас увидят к нам подключиться и мы с вами начнем наш сегодняшний эфир наш сегодняшний эфир в котором мы будем делать дизайны так самое важное понять слышно ли нас или видно или видно или слышно хорошо бы конечно и одно и другое было бы так я думаю что кто-нибудь махнет и так девчата всем привет вот к нам начали подключаться всем здравствуйте сегодня у нас четверг и по четвергам мы обычно встречаемся и делаем с вами быстрые дизайны быстрые дизайны и с помощью материалов от компании эми так я надеюсь я надеюсь нам кто-нибудь рукой махнет есть у нас связь нет у нас связи здравствуйте город ростов-на-дону на связи и я инструктор работающий в школе екатерина мирошниченко в городе ростове-на-дону так но я надеюсь к нам кто-нибудь пришлет какое-нибудь сердечко и и будет понятно что у нас видно и слышно вот замечательно все сердечки начались спасибо вам большое девчата за то что смотрите на за то что интересуетесь нами значит сегодня у нас в эфире быстрые дизайны быстрые дизайны с элементами росписи с элементами росписи мы сегодня будем использовать в работе гель-лаки которые у нас относятся коллекции soul folk morning так и значит мы возьмем вот коллекцию вот так давайте вот так вертормашками сейчас я так вот итак номера гель-лаков с номера 409 по 416 8 оттенков пастельных оттенков гель-лаков 409 10 значит вот такие красивые пастельные бирюзовые персиковые фиолетовые зелененький желтенький розовенький голубенький я считаю что это опять же знает знаете как бы это на правах человека который работает в этой индустрии считаю что очень часто клиенты придерживаются именно такого знаете временного пространства да то есть время года ориентируемся покрытие ногтей на время года и если ориентироваться на весну то как раз таки вот подходят очень красивые нежные оттенки а у нас все-таки весна продолжается здравствуйте Здравствуйте, здравствуйте, слава богу, нам кто-то поздоровался А то знаете, так иной раз думаешь Люди все где-то отдыхают, что ли Потом вспомнила, да нет, вроде май месяц Вроде уже не первое мая Второе Уже люди как бы вроде должны быть на работе Во внимании все и так далее Значит, пастельные оттенки, да, весенние оттенки Те оттенки, которые могут запросто перейти на лето, правильно же? Вот такие вот нежные, розовенькие, зелененькие и так далее Мы уже неоднократно делали дизайн с этими гель-лаками Этими гель-лаками уже покрывали ноготочки Так, вот тут циферка куда-то съехала, уехала Итак, ну мы уже много раз смотрели на эти цвета Поэтому я считаю, что можно использовать в принципе в дизайнах, которые мы сегодня с вами быстро будем делать С элементами росписи, с элементами, да То есть элемент росписи у нас будет в том, что мы с вами сможем сделать цветочки Например, приклеить какой-то шармикон А сверху, а сверху с элементами росписи взять и сделать лепестки объемными Мы можем отпечатать цветы сейчас с помощью техники стемпинг Отпечатать цветочек, закрыть топом, а сверху импастой взять и сделать лепестки объемными То есть мы в принципе можем по-разному попробовать с вами сделать И можно на любом цвете, опять же, цвет значения не имеет на самом-то деле Просто любые светленькие оттеночки очень хорошо подойдут для весенних таких настроений Поэтому я вообще предлагаю сделать так, чтобы вообще все цвета присутствовали Ну хотя бы по крайней мере 3-4 цвета на одном ноготочке присутствовали А все остальные пальцы были покрыты просто одним из этих оттенков Так, ну что, потихонечку пойдем дальше Значит, что можно взять в работу, если кому-то будет интересно Можно взять в работу, например, шармиконы, которые вышли в последнее время Я, например, сделала акцент вот на таких шармикончиках Значит, цветущая гармония номер 246, по-моему, если мне зрение не изменяет Взяла вот такие вот цветочки Хотя на самом деле, как бы тут очень много вариантов Я имею в виду новых шармиконов со всякими надписями Я и пятнышки тоже задействовала Это Сафари, да, по-моему, называется, кто помнит Ой, простите, Саванна 252 номер Вот пятнышки можно с надписи задействовать С Микки Маусами прикольные варианты 247 номер Это последние шармиконы, которые выходили вот именно в последнее время То есть пока никаких других не было Потому что так, изящество 249, да, по-моему Тут тоже надписи, надписи очень красиво смотрятся с любыми картинками Морскую тему мы в прошлый раз, значит, использовали и делали дизайны И вот такие вот варианты с такими червяками задействовали Вот, поэтому, как бы, мы пока их оставим Так, это предыдущие варианты И я думаю, что сейчас мы обязательно задействуем Так, морскую тему не будем сегодня трогать А вот цветочную тему Потому что морская тема у нас была в прошлый раз Вот, значит, поэтому мы сейчас с вами давайте вот такие варианты задействуем Цветы, потому что весна, да, у нас все цветет Мы живем в Ростове-на-Дону У нас в этом году все раньше цветет Наверное, недели на три То есть сирень уже отцветает Уже все, уже закончилось Обычно всегда на майские праздники Вот, а тут уже прям все-все-все Так, ну вот такие вот варианты возьмем Так, еще можно задействовать вот к таким цветочным темам Пластины какие-нибудь с цветочками Ну вот, например, у нас вот такой вот вариант пластины Видите, вот с цветами Их можно разукрасить, можно сделать объемными лепестки Вот, можно, кстати, и вот такой вот вариант ботаника Помните, тоже у нас такая пластина из ботаника Мы сейчас пытаемся с вами соединить и шермиконы И стемпинг И плюс еще и сверху роспись Вот так вот с нами все здороваются Очень рады Здравствуйте, девчата Я вам рада Всем здрасте Надеюсь, что мы сегодня в эфире В прошлый раз у нас очень плохой был интернет Вроде бы сейчас все перепроверила 10 тысяч раз И вроде бы как все нормально Мы все-таки хорошо находимся как бы в интернете Интернет сегодня с нами все-таки Вот Надеюсь, видно, слышно, девчат Значит, пластину хотела посмотреть быстро В прошлый раз показывала каталог Вышел у нас, вышел продукции Каталог продукции Очень порадовал Я в прошлый раз тоже говорила в прямом эфире Потому что здесь вошли все абсолютно Вот то бывает, знаете, как каталог выходит, а уже еще какие-то новинки И еще какие-то новинки появляются А тут вот нет На самом деле вот все, что появилось, все вошло в каталог Я просто хотела показать вам пластину Пластину хотела номер сказать Вдруг кто-то сейчас заинтересуется, например Какую я буду использовать в работе Хотела быстро найти Оно, знаете, как обычное Ага, вот нашла Пластины То есть здесь уже все-все новые пластины в каталоге То есть ничего другого нового не выходило То есть хороший каталог Обновленный Магия природы Магия природы номер 15 Прикольный, да? А вообще из последних, видите, вот цветочный сад Простите, 16-е вдохновение Так, отсвечивает, да? И океаника Но мы их использовали Использовали в прошлый раз Поэтому сегодня возьмем какую-то цветочную тему Здравствуйте Здравствуйте, Елена Здравствуйте, Елена Всем здравствуйте Так, напоминаю вам о том, что каталоги, да? То есть, ой, простите Дайджесты, да? Которые выходят раз в полгода Они полностью тоже как бы перекликаются с новыми материалами И здесь очень много вариантов дизайнов Именно с новыми материалами Которые вышли И практически они все-все Все шармиконы, которые представлены в дайджесте Уже все есть в продаже Все свободные, как бы, к продаже, скажем так И на сайте, и в магазине Вот, поэтому как бы это Можно смело заказывать А, кстати, вот прикольный тоже вариант Видите, слайдер, да? Мы почему-то как-то и обошла его в своих дизайнах Не задействовала Я предлагаю его тоже сегодня задействовать 127-й 127-й Это у нас такой красивый-красивый С вот такими вот неоновыми отпечатками пальчиков Тем более, что цвета у нас же светленькие Можно как раз таки для использовать Сейчас мы Ну, не зря листала и вспомнила Ага, вот он Я даже его задействовала Значит, индивидуальность Номер 127-й Тоже один из последних слайдеров Ну что, потихонечку поехали Значит, я предлагаю сейчас Задействовать максимальное количество гель-лаков Которые входят в набор Напоминаю, да? Сейчас окрышечку сниму Чтобы не таскать всю коробку Soulful morning Да? Есть ли в продаже хвост русалки? Светлана спрашивает Значит, сейчас, секунду Это пыль и пигменты Вы спросили, я подумала, скажу сейчас Давайте после того, как А самой что-то стало интересно А правда, есть, нету Так, давайте смотреть Не вижу, не вижу Пигменты полупрозрачные Как обычно, со 154-го, 174-й Другие пигменты Атласная втирка Только 207-й номер Вот я вижу И пыль полупрозрачная А, так, это все Это пыль полупрозрачная Так, все Здесь не вижу я, к сожалению Может быть, менеджеры посмотрят И подключатся к разговору И, может быть, они подскажут Вот так, сейчас, сейчас, сейчас Ну, не вижу Вот так, фольга Пыль однотонная Голографическая Пигмент плотный Пигмент неоновый Другие пигменты Призма, золото Золотая стружка Атласная втирка Ну, вот атласную Я только вижу 207 Но это не хвост русалки Вот, поэтому, вероятно Скорее всего, закончился Так, ну, к сожалению На самом деле Можно, конечно, в магазине будет спросить А мы пока Не приходит код подтверждения Ну, вот я сейчас думаю Что менеджеры нас увидят И, может быть, помогут вам хорошо Потому что я вот сейчас Вот совсем-совсем бессильно Так Вот Видите, нам подсказала Елизавета Что сняли с производства Ну, я думаю, что просто Закончилось сырье Не потому что там прям взяли И сняли Просто потому что сырье закончилось Итак Ну что, потихонечку поехали Предлагаю задействовать Максимальное количество Так Где наши образцы Закидала я Вот они Еще разочек Да То, что мы будем Делать То, что мы будем делать Итак Ну, давайте Такой красивый Какой-нибудь разноцветный Вариант Забабахаем Так Так Начнем Давайте С голубенького Можно прям Вот максимальное число Да Задействовать Розовенький Голубенький Давайте Желтенький Можно сюда Какой-нибудь Персиковый Или зелененький Задействовать Давайте Попробуем Так Вот Который посветлей Вот так Сделаем Видно 409 14 15 16 И вот уже На просушенную базу На просушенную базу Значит Потихонечку Поехали Я предлагаю Аккуратно Вот так Вот Один цвет А то мы все время Делаем градиенты Градиенты Но ведь Можно же Разнообразить Да Варианты Наших покрытий Давайте Вот сюда Будет Розовенький Сейчас Мы с вами Все Выровняем Страху Никакого Не будет Так Давайте Сюда Например Голубенький 416 Не знаю Мне почему-то Больше всех нравится Видно Так вот Небрежно И давайте 414 Желтый Ну Чтобы уже Все цвета Можно было Посмотреть Что-то Я для желтого Совсем Мало места Оставила Да Ну Ничего Сколько Есть Так А теперь Кисточкой Для градиента Она у нас Одна Единственная Номер Четыре Никаких Других Кистей У нас Нету Так Я сейчас Чуть Чуть Да Повыше Сейчас Секундочку Оп Мачточку Оп Вот так Так И теперь Немножко Смешиваем Давайте Немножко Смешаем Не будем Прям Сильно Сильно Вот Аккуратно Аккуратно Зелененький С бирюзовеньким Ой простите Синенький С бирюзовеньким Все Кисточку Вытираем Теперь Розовенький Вот так Вот С зелененьким С бирюзовеньким Так 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 Можно потом Пройтись еще разочек Дабы усилить цвет Наносила я цвета Очень тоненько Вообще всегда стараюсь говорить о том Что Все таки мы делаем моделирование базы Поэтому стрессовую зону Конечно же Укрепляем базы Да А цветным покрытием Мы стараемся Не Утолщить Ногтевую пластину Правильно Потому что Так Просушиваем Просушиваем И я предлагаю Можно еще разочек повторить Тонко-тонко Повторить еще разочек Просто цвета будут Поярче получаться Будет более симпатично Смотреться Так Ну Здесь нас Я подняла голову Пока вопросов больше нет Кроме хвоста русалки Значит Девчат Если вдруг Какие-то есть вопросы Как-то в беседе веселее Правда же Так что Я надеюсь Нас видно слышно Из интернета Мы не выпали Слава богу Поэтому Надеюсь Что у нас все получится Так Поехали дальше Давайте еще разочек Итак Бирюзовый цвет Да 400 Ой не тот Господь 409 Правильно 409 Знаете Чтобы удовлетворить Желание любых клиентов Кто-то хочет Вот и розовенького Хочется И желтенького Хочется Топ Конечно же Все выровняет Это может быть дизайн На одном пальчике А все остальные пальцы Покрыты Одним из этих цветов Тоненько Самое главное Тоненько Не надо толстым Не надо утолщать Ногтевую пластину С помощью цветных гирлаков Да Укрепление делаем Базой Все остальное Наносим тонко Так Ну что У нас Несколько выходных Прошли Да Наверное Мастера отдыхали И клиенты Наверное От мастеров Тоже отдыхали Впереди Еще одна Партия выходных Подъедет Все время Думаю Знаете Когда выходные Думаю Вот сяду Сейчас Как сейчас Наделаю Целую кучу всего А потом Тут что-то то одно Тут другое И опять не уходит И уходит Не знаю Мне кажется Это я такая Одна нерасторопная У всех все по уму Получается А у меня все время Вечно некогда Вечно куда-то торопишься Вечно не можешь остановиться Так Просушиваем Видно девчат Я абсолютно просто Для того Чтобы немножко Немножко Просто Взять и выровнять Да Поверхность Вот так Зеленый Розовый Розовый Голубой И погранично Ой-ой-ой Погранично Все Растушевала Так Просушиваем Так Теперь предлагаю Сделать какой-нибудь Отпечаток На задний план Потому как Сейчас Это модно И очень многие Мастера Совмещают Всевозможные Материалы Именно С техникой Стемпинг Давайте мы возьмем С вами Белый лак Для стемпинга 0-1 И что-нибудь Светленькое Отпечатаем На задний план На самом деле Можно отпечатать Все что угодно Давайте вот такие Круги Причем можно взять Так вот частично Не на всю поверхность А на половиночку Так Где у нас Подушечка Для вас Так Вот есть Теперь очень Спокойно Спокойно Я хочу выделить Отсвечивает Да Я вижу Что в камеру Отсвечивает А если мы сейчас Вот так Чуть-чуть Сделаем Чтобы Нет Все равно Ну я просто Частично Возьму рисунок Вот так Частично Так Частично Аккуратненько Так Убираем Все что не нужно Вот этот край Резной Мне нужно Оставить Поэтому Естественно Относительно Этого резного Краешка Убираем Все лишнее Легкий накат Придется Сделать Еще разочек Пока я Я единственное Что сейчас Вот так Сделаю На секундочку Потому что Очень неудобно Подсыхает Уже Жарко У меня тут Окошко Приоткрыто Такой хороший Сквознячок Так Про хвост Русалки Поговорили Больше Нет вопросов Да на самом деле Действительно В компании Все ясно Все понятно Мне нравится Уже говорила Сто раз Вот я такой Знаете Раз нерешительный Человек Думаешь Вот возьмешь Что-нибудь И не знаешь Как бы сделать С этим Ну как бы там Вариантом Декорации Там какой-то Дизайн Вот не знаю Мучаюсь Иногда Смотрю Там где-то Подсматриваю Кого-то За кем-то Вот И Когда Предлагают Много Вариантов Дизайнов Дайджесты Каталоги Ну вот Все Сделала Отпечаток Вот видно Вот этот Ажурный Крайшек Так Но это Мне не надо Оно и не Отпечатается Единственное Знаете Вот Например Еще бы на мой Так характер Если бы еще Со мной Разговаривали Во время Прямых Эфиров Мне было бы Комфортней Потому что Думаешь Понятно Непонятно Видно Не видно Такая Видите Паутинка Будет Так Придется Еще Донабрать Потому что Типсик Довольно Таки Крупный Наберу Еще Кусочек И Допечатаю Так С краешку Так 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 А вот На кончик Так Ну такой Будет Такое Легкое Легкое Кружево Так Это мы С вами Сделали Так Теперь Я предлагаю Чтобы на всякий случай Чтобы ничего не случилось Не произошло Я предлагаю Сейчас Вот то что мы Стемпинг Все таки Отпечатали Вот белой красочкой На заднем плане Будет такая Сеточка Легкая Предлагаю Перекрыть Топом Теклос Чтобы на всякий случай Вдруг что-то потом Пойдет не так Чтобы у нас Не было проблем И фон наш Не испортился Поэтому Я возьму Топ Теклос И перекрою Ноготочек Уж очень светленькие Оттеночки Конечно В этой коллекции Ну это знаете Вот очень много Из любителей Клиентов Которые покрывают Ноготочки Такими вот Пастельными Нежными Усепусечными Цветами Так Пока Теклос Просушим Ну и давайте Определимся Что мы сюда Прикрепим Я предлагаю Взять Как раз таки Вот Стемпинг Сделаем Почему бы и нет Смотрите Вот пластина Которая мы говорили Про цветочки Вот здесь Есть крупные цветы На самом деле Мы Реверсивный стемпинг Тоже в своих Прямых эфирах Уже делали Раскрашивали Можно например Сейчас здесь Подставить отпечаток И потом объем Лепесточком Увеличить Элементами Частичной прорисовки То есть Частично Порисуем Лепесточки Например Можем сделать Но перед этим Можем например Приклеить Какую нибудь Надпись Незамысловатую Вон там Hello Привет Лето Например Да Так Можно что нибудь Так А можно еще Взять Какие у нас еще За последнее время Так Давайте Вот в этот вариант Посмотрим И изящество Изящество Тут что у нас С надписями Тоже все такое Нежненько Усипусечное Сейчас мы посмотрим Не хочется Это С этим Скажите С фольгой Темешка Теряется Давайте Вот такой Чтобы видно Было хорошо Так Изящество Нравится Нравится Мне наклейки Которые Со всякими Словечками Потому что Ну очень хорошо Осовременивает Дизайн Прям очень 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 Хорошо Так Давайте Вот сюда Мы же на Теклас Приклеиваем Правильно Наша Кружевца Будет все равно Видно Уже Никуда Не денется Так Ну и Теперь Давайте Значит По поводу Отпечатывания Цветочков Знаете Я На самом деле Когда готовилась Пробовала Делать отпечаток Белым Белым лаком Для стемпинга А потом Прорисовывать Лепестки Вы знаете Теряется Теряется По одной простой причине Когда делаешь Какой-то Белый отпечаток Он потом Просто пропадает Его не видно Практически Становится На светлом фоне Если бы фон Был все-таки Потемнее Допустим То видно Было бы хорошо Поэтому все-таки Я пришла к мнению Что все-таки С черным контуром Будет смотреться Намного лучше Так А пока Мы возьмем Так Штамп Штамп Мы взяли Очистили Кто чем Очищает Штампинг Кто-то Скотчем Наверное Кто-то Роликом Для одежды Так Поехали Мы говорим Сегодня Про цветочную Тему Поэтому Пластина С цветочками И цветочки Например Вот эти Возьму И теперь Поехали Взяла Красочку Черную Для стемпинга Так Вот Раз Цветочек Убираем Все лишнее Так Легкий накат На подушку Так Смотрим Цветочек У нас Отпечатался Весь Целиком И я предлагаю Сейчас целую Мозаику Собрать Так Отсвечивает Убираем Так Ну например Вот сюда Один Теперь например Возьму Этот же цветок Но только Попытаюсь Отпечатать Его не полностью А только Частично Сейчас посмотрим Взяла Этот же цветочек Так Убираем Все лишнее Так Весь цветочек Отпечатался И я теперь Вот так Половинку Его Возьму И отпечатаю Себе на палец Оп Чтобы он просто Выглядывал Как бы Из-под основного Цветочка Так Давайте Вот сюда Вниз Разверну Ну Мне не нравится Не нравится Чуть-чуть Надо было Немножко Наклейку В сторону Ничего Сейчас Придумаем Вот так Придется Мне его Только немножко Допечатать Сейчас Допечатаем Не беда Не беда Так Еще разочек Он же попадет Под раздачу Так Убираю все лишнее Я пока пальцем Просто уберу Ну Вот так Вот немножко Хочется же Побольше Чтобы было Прорисовки Ну Вот так Даже будет Незаметно И можно Знаете Какой-нибудь Взять Вон там Из ботаники Какой-нибудь Бутончик От руки Уж тут Не надо Дорисовывать Да Ну давайте Вот например Вот такой Вот видите Вот маленький На стебелечке Мы сейчас Чисто символически Его туда добавим Вообще Можно собирать Да Из стемпинга Прямо Я не знаю Целую картину Наверное Не из стемпинга Конечно же А из пластин Для стемпинга Да Техника Сейчас Всем мастерам Зашла Мне кажется Самый-самый Популярный Технический Вопрос Правда же Ну вот Смотрите Да Все есть Цветочный Такой пальчик У нас Один Так Что еще Что еще Можно было бы Сделать Я бы Наверное Сейчас Капельку Капельку Взяла Вот тут Какой-то Черный Методел Лачок Стоял Поблизости Можно было Кстати И лаковую Краску Взять Мне нужно Здесь Основание Чуть-чуть Затемнить Потому что Мы будем делать Сейчас с вами Прорисовку Лепесточки Будем делать Чтобы Не Слилось Вот так Видно Слушайте Девчонки Махните Пожалуйста Рукой Кто-нибудь Видно Видно Слышно Потому что Я почему-то У меня какой-то Страх По поводу Спасибо По поводу Именно интернета Что мы уже Выключились А я тут сижу Знаете Как этот Что надо было бы Уже бежать Кричать Интернет искать А я все сижу Разговариваю Короче Странненькая Спасибо большое Так Ну и Предлагаю Теперь Смотрите Вот мы Значит Сейчас Лак для стемпинга Он же у нас Получается Без липкого слоя Правильно Правильно Если вы хотите Добавить Немножечко Блеска Какого-то Можно Например Сейчас Взять Отпечатать Вот сюда Вот например Серединку Фольгу Фольгу Можно отпечатать Ну в серединку Цветочков Допустим Не хотите Чтобы мрачное Черное Было Можно отпечатать Значит И можно Использовать Кстати Для этого Мультипл гель Помните У нас есть Такой Мультипл гель На который Сто процентов Фольга Отпечатается Причем Можно сушить Его Минуту Тридцать Секунд Десять Секунд Пять Секунд Неважно Я пробовала Разные варианты Он все равно Отпечатывается Если не пробовали Попробуйте Прикольная тема Но я чисто Символически Сейчас добавлю В серединку Ну раз уж Мы обсуждаем Разные варианты Материалов Самое главное Если будете Работать Таким Гелем Ни в коем случае Не отрывайте Фольгу Всегда Попользуйтесь И закрывайте Потому что Очень быстро Полимеризация Вот я взяла Прям капелюшечку Все Фольгой закрыла Крышечкой Прикрыла Все Теперь уже Сто процентов Не заполимеризуется В банке И вот капельку Взяла Прям видно Вот прям Капелюшечку Чисто Символически Вот В серединку Можно просто Какой-то Маленький Кружочек Поставить Можно немножечко Растушевать Я наверное Так Попытаюсь Типа кружочек Но растушеванный Небольшой И даже Здесь немножечко У основания Поплескивать Будет Прикольно Будет смотреться Так Просушиваем Просушиваем Так И Сейчас Отпечатываем Фольгу Фольгу Я прям возьму Какой-нибудь Кусочек Золотой На самом деле Можно и серебряный У меня тут Маленький Лежит Сейчас мы его Используем Это буквально Займет Несколько Секундочек Нашла поприличный Кусочек Который Можно в камеру Показать Так Прошло Несколько Секундочек Мы теперь С вами Берем Отпечатываем В центр Фольгушечку Это знаете Как в шармикончиках Да Вот есть Например Там Всякие Золотые Серебряные Вставочки Видите Вот все И теперь Мы закрываем Все это дело Топом И будем Дальше Работать По топу Так Значит Можно закрыть Матовым Топом Да Серединка Не будет Сильно Блестеть Можно закрыть Глянцевым Топом Но давайте Я закрою Текласом Он у меня Просто под руками Стоит Теклас Мы можем Использовать Как промежуточный Теклас Мы можем Использовать Как завершающий Этап Поэтому Сейчас Закроем Текласом Это глянцевый Топ Без остаточной Липкости Он пористый На нем Можно рисовать Сверху Импастой В принципе То что мы Сейчас и будем Делать Так Закрыли Все это дело Можно и в таком Виде оставить Правильно же Можно конечно Просто знаете Вот прикольно Собирать Из материалов Эми Вот такие Вот конструкторы Там Стемпинг Ляпнула Там Гель-лаки Добавила Там Шармикон Прилепила Там Стемпинг Отпечатала Там Короче Вот такие Вот моменты Прикольно Собирать Знаете В кучу Можно все Подряд Задействовать Без всяких Проблем Так Ну и Кисточка Какая кисточка Нам потребуется Я предлагаю Взять Оп Это Лепесточек Единичка Для Жостовской Росписи КЗЛЕ 1 Это Лепесточек Для Жостовской Росписи Есть Овал Единичка Она пошире А это Лепесток Он Поуже Вот И Каким Материалом Будем рисовать По готовой Поверхности Ну конечно же Это Эмпаста Конечно Эмпаста Эмпаста Белый Рафинад У меня На самом деле Можно использовать Не только Белый Рафинад Можно еще Использовать Белый Декор Белый Декор Знают же Все Что есть Такая Еще Очень густая Белая Эмпаста Белый Декор Называется Сейчас я вам Даже в каталоге Постараюсь Показать Как обычно Знаете Вот хочется Быстро Найти Так 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 Густая Ага Все Нашла Вот смотрите Густая Эмпаста Белый Декор Она Продается По 2 Грамма Можно Например Для московой Техники Можно Как раз Таким Белым Декором Пользоваться Но если Нет Можно Воспользоваться Обыкновенным Эмпастой Белого Цвета Белый Рафинад Чем Отличается Белый Декор Очень Густая Очень Густая Пастозная Такая Укрывистая Краска То есть Как бы Тонкие Линии Белым Декором Рисовать Ну Сложновато Сложновато Более Универсальной В этом Случай Будет Конечно Же Эмпаста Белый Рафинад И рисовать Можно И мазки Ставить Ну то есть Как бы Она же Довольно Таки Густенькая Правильно И высыхает На готовой Поверхности И ничем Перекрывать Уже Не надо Вот Поэтому Мы Сейчас Лепесточек Единичка Для жестого Я Обычно С Так Вот Видно Импаста Белая Так И кисточка И вот Смотрите Я вот Совершенно Чистая Кисточка Кстати Можно Теклас Капельку Так Чтобы Промывать На всякий Случай Вот Так Кисточку Аккуратненько В Текласе Промыла Обязательно Рядом Где-то Безворсовая Салфеточка Под руками Так Вероятно Где-то Есть Все И теперь Я надеюсь Видно И я Теперь Начинаю Аккуратненько Двигаться С края Лепесточка К центру Но Центр Не должна Закрыть Ни при Каких Обстоятельствах То есть Получается На край Ставлю Кисточку И двигаюсь К центру На край Ставлю Двигаюсь К центру Вот Тут Кстати Можно Подумать Какой Цветок В приоритете Будет Наверное Центральный Все-таки Итак Поехали Я набираю На кончик Кисточки Прямо Вот Маленькую Маленькую Капель Микро Капельку Видно Вот так Сделаю Не знаю На фоне Перчатки Или Перчатка В первую Очередь Берет Фокус Ну ладно Поехали Не будем Отвлекаться Итак Значит Поставив С краешку Вот Аккуратно Аккуратно Нажимаю На кисточку Поднимаю Кисточку Я знаете Как будто Счищаю Импасту С кончика Кисточки Все движения От краешку К центру Краешек Лепесточка И к центру Чуть-чуть Вот тут Вот повыше Будет Мазочек Вот здесь Вот аккуратно Никуда Не торопясь И лепесточки Будут смотреться Объемными Видите Вот если бы Контур был белым Он конечно Был бы виден Но в результате Бо Оно просто Бо все Слилось Это конечно Из-за того Что у нас Очень светлый фон Поэтому Белый отпечаток Как бы Был бы Плохо виден А вот Черный Видите Контур Очень хорошо Виден Не промахнетесь Поставите Кончик кисточки На краешек И Аккуратненько Будете двигать Кисточку К центру Так Один есть у нас Теперь Давайте С этой стороны И вот На краешек Можно немножко Как бы Кисточку Развернуть Ребрышком Да К центру К центру Знаете Своего рода Вот Хоть тут и Лепесточек Как бы Состоит Сейчас у нас Из нескольких Таких движений И вроде Даже на ромашечку Похоже Но ведь Цвет же Можно взять Любой Это я сейчас Допустим Под руками Белая импаста Да Ведь у импаст же Целая куча Всяких разных Вариантов Цветов Если у вас Нет импасты Нужно просто Четко понимать Что такое импаста Да Импаста Это гелевая краска Без остаточной Липкости Вот Поэтому Так Поворачиваем пальчик Клиента Можно взять Именно Гелевую краску Без остаточной Липкости Ну и хорошо конечно Чтобы она была Очень густая Плотная Да Импастой Импастой Гелевой краской Без липкого слоя Мы не рисуем Френч Мы не делаем Покрытие импастами Потому что Очень толстый слой Ложится Даже если умудриться Положить тоненько То получается Нету липкости Получается Когда вы закроете топом Топ скорее всего Слетит буквально На следующий день Потому что нету Связи никакой Вот Поэтому Импасты Мы используем Только как краски Для рисования Так Девчат Все Видно Отсвечивает Не отсвечивает Мы сейчас Добавим сюда А потом Если будет желание Сфотографируйте Так И давайте Например Сделаем вариант Очень быстрый Какой-нибудь вариант Давайте Например На голубом фоне Не будем Использовать Как мы сейчас Несколько цветов А какой-нибудь Любой цвет Который вам понравился Голубой Розовый Сиреневый Бирюзовый Неважно Просушиваем Просушиваем Так После того Как просушили Можно опять же Взять какую-нибудь Пластиночку Для стемпинга С какими-нибудь Симпатичными фонами Давайте Вот с надписями Мне нравится Прикольно Тоже смотрится Какие-нибудь Надписи На задний план Мы с вами Отпечатаем Мелкие Такие Знаете Как будто Журнальный Или газетный Какой-то шрифт Аккуратненько Убираем Все лишнее На штамп Легкий накат Давить не надо На подушечку Все четко набирается Видно И отпечатываем На фон Девчат Не знаю Я никогда Ничего не вытираю Дисперсию Не вытираю Ну только если Там допустим Плохо отпечаталось Вытираю Отпечатываю Снова А так Вообще Как бы Стараюсь Просто на дисперсию Отпечатываю Все хорошо Даже если Где-то там Пролялякал Долго Все равно Отпечатается Из-за того Что липкость Хорошая есть Так Это на заднем плане Опять же Если Я Переживаю Что вдруг Что-то опять пойдет Не так Что-то приклею А не туда И нужно будет Переделать Чтобы не испортить Фон Вот в этом случае Я конечно же Перекрою топом Текласс Чтобы уже Дальнейшая моя работа Как бы Не испортила Мой уже Фон Который я сделала Буквально За секундочку За две Так Текласс Текласс Наносим Всегда очень тонким слоем Вообще Все промежуточные топы Старайтесь наносить Всегда очень тоненько Так Просушиваем 30 секундочек Так Пусть пока сохнет А мы с вами Так А мы с вами Вот сюда Вот видите Вот такой вот вариант Оп Добавим Принцип тот же самый Видите Просто фон Может быть Свет Менять абсолютно Без всяких там проблем А вот Это тем Кто любит Цветочную тему Правильно же Так Покрыли Теклассом Теперь давайте Как раз таки Возьмем Шермикон Про который мы говорили Шермикон Про который говорили Ой Это Нелдрейс Сейчас Секундочку Вот этот Уже Кстати Уже Не будем Его задействовать Потому что Я хотела На самом деле Вместо Стемпинга Почему бы и нет Давайте быстренько Сейчас изменим Почему бы и нет А то Сказала Что сделаем А на самом деле Ничего не сделала Так Можно просто взять И какой-нибудь Отпечаток Сюда какой подойдет Розово-голубой Подойдет Сиренево-розовый Да Давайте Давайте Что-нибудь Сюда Сейчас Прибабахаем Мне нужно Быстренько Вырезать Так 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 Давайте Пусть будет На заднем Плани Почему бы и нет Сейчас я покажу Положу на мокрую Салфеточку У меня тут Рядышком С собой Слушайте Ну тогда мы Единственное Поторопились Т-классом Покрывать Тогда нужно было Все-таки Не т-классом А Слайдер-топом Либо базой Почему? Потому что Дисперсия Все-таки Нужна Ну давайте Мы По-свойски Представим Что мы Еще не Покрывали Никаким Т-классом То есть Получается Цветное Покрытие Просушили Сделали Отпечаток С помощью Техники Стемпинг Да А теперь Взяли Либо базу Либо Слайдер-топ Да И вот так Вот Посерединочке Вот здесь Вот Для Разнообразия Знаете Добавим Эту цветную Штучку Дрючку Потому что Прикольно Смотрится Сейчас Со штампика Поставим О Вот так Видно Ну цветная Штучка Такая Радужная Просто Как Ни к чему Нас Не обязывающие Вот так Пусть будет Вроде как Тут и была Все Обязательно Нужно Конечно же Обработать Ну подсушить Не мешало бы Да Потом Обязательно Любой слайдер Обрабатываем Ультрабондом Потому что У слайдеров Нету никакой Дисперсии И поэтому Чтобы было Сцепление С последующими Слоями Нужно Обязательно Обработать Ультрабондом И Вы же понимаете Да Девчат Никакой Никакой толщины Не имеет Это просто Как клеевая основа Испаряется Липкость Остается Так И давайте Все-таки Мы продолжим Дальше Стемпинг Мы уже делали Плюс прорисовка А мы сейчас Будем шермиконы Добавлять Поэтому Шермиконы Все-таки Прикрепляются На Т-класс На Т-класс Просушиваем Просушиваем Так Все используем Как договорились Да Ну и давайте Мы возьмем Цветочную Тему Так Цветочная Тема Возьмем Давайте Вот такой Например Цветочек Видите Вот черного Цвета Вот этот Плюс Можно Какую-нибудь Надпись Сейчас Собираем Конструктор Так Это Есть Надписи Очень Осовременивают Любые Дизайны Так Это У меня Есть На самом Деле Можно И так Оставить Правда Же Так И Теперь Может быть Совместить С какой-нибудь Блестяшкой Вот Это Например Сюда А Вот Этот Цветочек Сюда И Как раз В него Добавить Белую Пасту И Сделать Его Светленьким Давайте Попробуем Так Цветочек Прикрепляем Опять же Да У нас Такой Будет Дизайн Сложно Сочиненный Потому Что У нас Здесь И Стемпинг И Слайдеры И Шермиконы Хочется Мне Чуть-чуть Развернуть Так Это Цветок Который Будет У нас Потом Раскрашен В конце Концов Так И Давайте Сюда Добавим Еще Какой-нибудь Блестящий А Блестящий Оставим Блестящий На Самом Деле Можно Было Добавить Только Один Понимаете Нуж Хочется Что-то И то И то И пято И десятое Немножко Разворачиваем Вот так Золото Нам Для Украшения Так Все Перекрываем Топом Девчат Но Опять же Хотите Матовым Хотите Глянцевым Это Непринципиально Важно Я Перекрою Т-классом Потому Что Буду Рисовать По Готовой Поверхности Как раз Таки По Теклассу Рисовать Очень Удобно И М-паста Хорошо Держится На Теклассе Например На Ультрашай Неплохо Держится Потому Что Он Как Стекло Стеклянное А Текласс Как Раз Так И Очень Хорош Будет Для Этих Целей Так Закрываем Топом Глянцевый Топ Без Остаточной Липкости В нашем Случа Это Текласс И Знаете Мы Сейчас Делаем Дизайны В которых Минимум Прорисовки Хоть у нас Тема С добавлением Прорисовки Но Значит Мы Минимум Добавляем Конечно же Лепесточки Цветочков Но Это Может Сделать Любой Мастер Потому Что Мы Не Рисуем Как Бо Их Основу Прорисовка Мы Либо Стемпинг Сделали Плюс Прорисовка Либо Шармикон Прилепили Приклеили Закрыли Топом Плюс Прорисовка То есть В принципе Вот так Можно Прорисовать Все Лепесточки Типа Ромашки Какие-то Лепестковые Цветы Какие-то Лилии То есть Очень В принципе Удобно А вот В свое время Было Очень много Слайдеров Выходило Даже У компании Эми Были Слайдеры Именно Для Прорисовки Для Разукрашивания Для Жестого Мы Делали Всякие Полупрозрачные Какие-то Лепесточки У цветочков То есть В принципе Можно Было Задействовать Слайдеры Ну а Теперь Вот Есть Наклейки Есть Техника Стемпинг Можно Отпечатать Раскрасить И все Что угодно Сделать Так Ну а Мы Пока С вами Берем Опять же Кисточку Лепесточек Единичка КЗЛЕ КЗЛЕ1 Не путать С овальчиком Единичка Потому что Овал Он пошире А тут Вот Все Лепесточки Тоненькие Поэтому Кисточка КЗЛЕ1 Лепесточек Единичка Так По прежнему Беру Эмпасту Эмпаста Гелевая краска Без липкости Да Ей можно рисовать По готовой поверхности Если у кого-то Есть Эмпаста Белый декор Называется Она Погуще И она Тоже Для этой Техники Чудесно Подойдет Так Ну а Мы с вами Быстренько Разрисовываем Цветочек Итак Двигаемся Беру Немножко Эмпасты На кончик Кисточки Так у меня Некрасивый палец Получился В этом Скажите В экране Сейчас я Постараюсь Его чуть-чуть Перевести В порядок Нет Не получается Уже Около лампы Махнула Рукой Ну ладно Значит Придется Так Так И поехали Так Вот это Надо все Убрать Чтобы Так И теперь Берете Маленькую Капельку На кончик Кисточки Ставите На краешек Лепесточка И аккуратненько Чуть-чуть Нажимаете Раз И отпускаете Двигаясь К центру Второй Видите Чуть повыше Поставила Капельку И из этой капельки Чуть-чуть Нажала И к центру Продолжаем Продолжаем Дальше Ну тут Такой вот Рисунок Что он Как будто Был Лепесточки Но очень Похожи На лепесточки Как у Ромашки Так К центру Я Стараюсь Сделать Медленно Чтобы было Понятно Но на самом Деле Как бы Чуть-чуть Прижимаю И отпускаю Вот Нажимаю На кончик Кисточки И отпускаю Нажимаю На кончик Кисточки И отпускаю Ее Тут Кстати Пространство Какое-то Осталось Можно Чуть-чуть Расширить О Так Ну еще Два Буквально Несколько Секундочек К центру К центру Можно Конечно же Скажите Перевернуть Правильно Пальчик Клиента И Перевернуть Пальчик Клиента Чтобы не мучиться Например Не снизу Вверх Вести Переворачивайте И Делайте Так Как вам Удобно Что-то Тут Проскромничала С количеством Так Ну вот так Можно конечно же Поправить Немножко Там взять Кисточку С острым Хвостиком И если Где-то Что-то Тут Хотя На самом деле Можно Этого И не Делать Листочек Так Так Или Лилии Дольче Или Лилии Так Или подскажите Где их Посмотреть Ага Ну На самом деле Как бы Менеджеры Сейчас увидят Девчонки Наши Да Я думаю Что мы Либо Действительно Сделаем Такой Эфир Либо Подскажут В комментариях Вам Отпишутся Спасибо Вам Большое Девчат За ваше Внимание Я сейчас Просушу Просушу Добавлю Вот сюда Картинку Вот И Надеюсь Надеюсь Мы Были Хоть чуть-чуть Но вам Полезны Сейчас Я вот так Чуть Ниже Опущу Оп И Еще Один Тип Сейчас Сюда Поставим И так Еще раз Повторю Что Вот По Цветочке Чтобы Прорисовать Лепесточки Я Использовала Технику Стемпинг Либо Шермиконы То есть Прикрепила Основу И уже По ней Разукрашивала Я считаю Что Очень Прикольно Если Как бы Нет Уверенности Какой-то В себе Допустим Что Там Нарисуете Не зря Мы добавили Мне прям Нравится Прикольно Смотрится Как вы Думаете Видите И золото Прикольно И слайдер Вот этот Прикольно Смотрится На одном Пальчике Всегда Очень Даже Хорошо Будет Так Вот так Ровненько Поставлю Может быть Кто-то Сделает Скрин С экрана То есть Любые Картинки Наклеивающиеся В виде Цветочков Или Стемпинг В виде Цветочков Всегда Можно Закрыть Топом А сверху Сделать Элементы Рисования Нарисовать Лепесточки У нас Такие Цветочки Называем Московые В Московой Технике Можно Запросто Раскрасить Вот таким Образом Любой Цветочек Когда вы Импасту Просушите Просто Потом Уже Ничего Просушивайте Импасту По готовой Поверхности Нарисованные Цветы Просушивайте Хорошенечко И все И ничем Перекрывать Не надо То есть Этого В принципе Достаточно Импаста Очень хорошо Стоит На матовой Поверхности На глянцевой Поверхности Самое главное Чтобы топ Был Не стеклянный А именно Пористый То есть Он знаете Как Это такой топ Который Вне себя От себя Он даже Сам себя Скалывается Хотела быстро Показать Сейчас нашла Такая Рабочая Лошадка У меня тоже Секундочку Флакончик Вытру Ультрашайн Вот Например На ультрашайн Нельзя импастой Рисовать Потому что Может сколотся Потому что Ультрашайн Он как стекло Он даже может Сам себя скалываться А вот Например Теклас Он как раз Таки пористый Глянцевый топ И на нем Тоже хорошо Стоит импаста Без всяких проблем Ну уж Я молчу Про матовый топ На матовом топе Вообще шикарно смотрится Так Ну что Да Виолетт Спасибо За Похвалу На самом деле Просто Чтобы у вас Были какие-то идеи Ведь не обязательно Работать на И тех же материалах Допустим Как мы показываем Понятно Что мы рассказываем Что наши материалы Лучше всех Но в любом случае Каждый мастер Выкручивается Из того Что у него есть И вот Хорошо Когда ориентируешься Как из этого сделать Как из этого сделать Вот Поэтому Девчат Всем Хорошей весны Хороших майских праздников Все еще Только впереди Только начинаются Майские праздники Вот С наступающим Всех Праздниками Здоровья Здоровья Любви Красоты Мира Над головой Пусть все будет хорошо И побольше Конечно же Денежных клиентов Чтобы они Приходили к вам Чтобы вы их радовали Вот такими вот Красивыми Цветочными Цветущими Дизайнами Всем удачи Всем спасибо За внимание До свидания До встречи Ну в следующий четверг У нас получается Праздник Да Поэтому скорее всего В следующий четверг Не увидимся Не услышимся Но через четверг Обязательно Все Всего хорошего До свидания Девчата